Послание к римлянам Апостол Павел в данном случае исходит из того обычного явления в человеческой жизни, когда, например, какая-то группа людей действует как одно. А позовите армию, если она не будет единым целым, хотя там множество, тысячи, десятки, может быть, сотни тысяч, если они не будут едиными, это будет не армия, это будет горох в мешке. Но именно и всегда, и всегда стремятся к тому, чтобы создать такое единство, уже при котором не было никаких, я бы сказал, никаких иных даже движений в армии. Только в этом случае армия может действительно тогда быть и победоносной, и сильной. В данном случае апостол использует эту аналогию для того, чтобы сказать о более глубоких вещах. Армия – это дисциплина. А куда более серьёзное дело, когда не дисциплина, не страх наказания или расстрела, а когда люди становятся одним духом, единодуховными. Как, например, вы знаете, есть выражение такое в латинском языке «alter ego» – то есть «второй я», «другой я», то есть «другой человек» – это всё равно я вам скажу, он вам скажет точно то же самое, мы с ним просто одно целое. Так бывает иногда, или, по крайней мере, бывало когда-то, не знаю, сейчас, это вы подскажите, что бывает муж и жена даже говорят так, что одно целое. Я, правда, не знаю так, особенно не наблюдал, но, наверное, то есть, что было – это точно. Точно говорят, но, может быть, есть и сейчас. Так вот, и во Христе. Тут есть ещё один, конечно, аспект, о котором Церковь постоянно говорит, и апостол Павел об этом говорит, что, когда мы причащаемся из одной чаши, как он говорит, причащаемся одного хлеба, и это не просто же хлеб, а это хлеб, соединённый с Божеством Христа, то есть, соединяемся с самим Христом, то мы все, как говорил святитель Кирилл Александрийский, по-моему, говорил, мы все становимся сотелесными Христу, единокровными Христу, то есть, одним телом и одной кровью, благодаря вот этому святому таинству, благодаря тому, что мы соединяемся с тем Божеством Христа, благодаря которому эти святые дары мы называем телом Христовым, ибо Божество соединилось с ними. Так, оказывается, люди могут стать действительно одно тело, чьё же? В данном случае Христово. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...